привет для некоторых наверное привет опять так вот я закрепила комментарий друзья привет привет тем кто не смотрел эфир по ирисам и только присоединился да это про акварель и поступил запрос вернее вопрос о том что у кого-то не распадается не гранулируется черный оксид ван гог и что я хочу вам показать что я для вас делала смотрите я буду так поднимать сейчас хочу найти зажим упс сейчас возьму зажим мне так будет удобней вот так и покажу вам расскажу разницу и вообще что что значит и грануляции что от этого ждать смотрите что я сделала я для вас выкрасила вот так сделаем сейчас black оксид ван гог вот он у них и у одного и второго пигмент пбк 11 это black оксид оксид black оксид black оксид black рембрандт тоже пбк 11 чтобы понимать вот эта бумага достаточно акварельная да она достаточно фактурная и чтобы понимать разницу и видите разницу между обычным черным покажу вам вот такой вариант черного на той же бумаге то есть вверху это вы видите лэм black это пбк 6 то есть а внизу ivory black и видно да что что из них гранулируется то есть все абсолютно познается в сравнении то есть вот этот более такой холодный это оксид black рембрандт а это ван гог такой более теплый идем дальше что я сделала то есть во первых это вы видите да что обычный черный ivory black он просто ровно покрывает поверхность собственно на этом и останавливается и лэм black то есть делает то же самое просто он чуть более холодный вот этот он такой потеплее черный дальше вот этот замес это black то есть вопрос в чем был в том что оксид black при смешении с другими красками не гранулируется то есть вот это смесь ван гога оксид black с бирюзовой турку с которая посмотрите то есть как раз это и есть грануляция то есть сейчас простите мне зашаталась я задела штатив то есть вот она грануляция да и та же самая смесь с рембрандтом здесь она чуть-чуть другая то есть у нее немножко мягче происходит грануляция если у вас кстати возникают какие-то вопросы или пожелание то показать выкраску или работу с другим цветом я вам покажу идем дальше следующие два красных два красных шарика то есть это ван гог и рембрандт точно также это будет у нас смесь рембрандта с пи аж 176 это карминовая и а вот эта смесь с ван гогом и смотрите тоже разницу то есть оксид black ван гог с карминовой вместе да боже мой что же опять за дело очень хорошо работают и прекрасно распадается вот здесь видно да что я потом уже капнула каплю воды случайно грануляция такая более где-то камера вот более мягкая но она тоже присутствует то есть она тоже есть и далее сейчас вам вот так покажу я думаю со стороны тоже будет очень хорошо видно вот это это доск пинг который именно вам не видно из-за комментариев вот так вот это доск пинг который именно заводским путем был замешан оксид black здесь и пигмент пиви 19 а вот этот я смешала с хинокридоном purple red с пиви 55 то есть у меня просто не оказалось под рукой пиви 6 пиви 19 чтобы одинаково замешать то есть видно что его и в первом во втором случае все равно идет распад и смотрите о чем в принципе я хотела сказать что вот этот замешанный на заводе а вот этот замешанный вручную и вот этот тоже замешанный вручную они все прекрасно распадаются это ван гог просто я как бы хочу показать то что как бы тот человек у которого не распадается абсолютно ван гог ни на что да не гранулируется я просто вот хочу показать что на самом деле это происходит что это выглядит именно вот так и так как ирин привет и всем остальным тоже привет вот ну и так как у меня есть оксид black от рембрандта соответственно як и с ним показала да что происходит сейчас я вам покажу то есть еще раз хочу показать что обычный черный вот он то есть он более гладкий а оксида они выпадают и что я еще сделала прям такой хороший пример смотрите вот здесь посередине доски еллу который точно также замешан заводским путем это ван гог то есть вот он подписан доски еллу ван гог в его состав входит пбк 11 и пивай 128 великому счастью у меня оказался пивай 128 в отдельном виде и вот что произошло при смешении вручную ван гога оксид black и пивай 128 чтобы понимать что такое пивай 128 вот я написала это транспарент еллу медиум и смотрите разницу опять задела и смотрите разницу то есть вот заводской вариант вот вручную очень хорошо распадается прям очень хорошо гранулируется все красиво и вот это это тот же пивай 128 транспарент еллу медиум но уже с замесом рембрандта то есть вот он все очень красиво распадается и гранулируется то есть вот здесь видно что оксид black рембрандта он как бы немножко холоднее ну так и есть вот и для сравнения я смешала айвори black с тем же куда-то выглядит обыкновенный замес то есть вот так она не распадается то есть вот так она не гранулируется вот то есть вот это обычная акварель то есть а вот это уже с грануляцией лена здрасте у меня тоже плохо гранулируется ван гог очевидно я что-то делаю не так но что много воды мало пигмента в чем может быть проблемы смотрите как бы это вот то что я сделала сегодня утром если вы мне не верите давайте проверять вместе эту девочку мы перевернем сейчас я это буду делать при вас и посмотрим что будет происходить если я буду добавлять много воды и мало пигмента и наоборот так вот таким образом у меня выглядит оксид black номер 735 полупрозрачно джеб означает грануляцию пигмент пбк 11 серия 1 то есть я это все называю для того чтобы вы убедились что у нас с вами одинаковые краски и мы будем говорить об одном и том же так сейчас я освобожу палитру и буду замешивать при вас освобожу палитру это конечно еще забава какие у вас какие у вас есть еще краски чтобы я могла замешать похожие доверяю целиком и полностью слушаю внимательно окей и сейчас еще попробую выкрасить сделать доски который например доск пинг но сделать его тоже прозрачно прозрачно и так что есть давайте сначала сделаем его вот таким жидким жидким ну хотя наверное можно сделать прям растяжку и сейчас немножко по плотнее вот здесь я задену сухой край чтобы осталось более четко и то есть будет более плотная окей подождем посмотрим что происходит хотя мне кажется уже видно что происходит что-то точно происходит то есть вот то есть вот уже что начинает происходить вот те кто у кого не распадается ван гог скажите мне пожалуйста вот такого у вас не происходит то есть это довольно прозрачно было да сейчас возьму немножко поплотнее сразу простите вот мешаю при вас мешаю черный цвет сам по себе мешаем ну вот вот это это тоже не самое плотное то есть еще видно прозрачность то есть еще видно бумага то есть краска здесь довольно прозрачная вот это это уже полусу как бы такой полусухой видите да даже при нанесении видно что такая довольно сухая упс даже вот кусочек потянулся ну сделаем так посмотрим что получится по моим наблюдениям его надо брать из тюбика свежим подсохшие хуже гранулируется слушайте ирин у меня ван гог вот выдавлен в углу в палитре который оксид black и он очень хорошо себя ведет то есть я его точно так же замешиваю с другими и очень даже хорошо ему почему нет так например что может быть у всех что может быть у всех с чем замешать вам происходит но грануляция мелкая почти незаметная ну вот сейчас еще она мешаем с чем-нибудь а вот давайте с тем же желтым которым я слушайте ну сейчас давайте я возьму прям какой-нибудь выдавлю при вас и намешаем ван бог этот уже был он нашла красивый так тоже гранулируется ли тоже не гранулируется нашла красивый возьмем пироль пироль оранжевый номер двести семьдесят восемь и попробуем сейчас для начала его открыть потому что он у меня новый я им не пользовалась пользовалась еще вот он прекрасно открылся так ну точно так же я его здесь выдавлю кстати даже на палитре как бы видно что она готова уже к распаду так у меня хуже но я уже вижу что я набираю меньше пигмента плохо видно грануляцию просто как серая акварель без эффектов ну вот я сейчас поближе поднесу покажу так будем сейчас мешать как бы смотрите идея в том что чтобы использовать краски с грануляцией вам нужно самим понимать как бы для чего это нужно и как бы это даже на физическом уровне понятно да что чем больше вот я сейчас наберу вот скажем так вот таким образом чем гуще тем интереснее произойдет эффект и естественно ему должно как бы это пятно должно иметь что то что чтобы на что то распадаться потому что если взять прозрачную грязную водичку то может ничего и не произойти это нормально сейчас мы так и сделаем ну то есть вот она тоже лужица да но более прозрачная прям вот чтобы видна была разница и сейчас я вам поднесу поближе и покажу что происходит то есть что в одном что в другом случае все равно видно что распадается просто если вы скажете что это фактурная бумага и это просто из-за бумаги нет я вам еще раз покажу обычную такую да выкраску и вот то что происходит здесь и вот я вам покажу уже подсохли выкраски попрозрачнее плотнее опять и еще плотнее то есть чтобы происходила грануляция происходил распад нужно набрать прилично пигменты и не бояться этого иначе смысл делать полупрозрачную акварель куда и эффекта даже видно не будет хотя вот посмотрите это же очевидно что прозрачная водичка но она тоже заработала то есть вот я прям под камеру вам хочу показать вот еще мокрая но уже все видно и здесь тоже самое то есть вот поэтому я не знаю попробуйте сделать красивая картина получилось попробуйте сделать сделать какие-то варианты и добавить больше а сейчас как бы не отходя дальше да далеко да я хочу сделать еще более густой замес прям вот еще больше чтобы была разница такая так плотненько картина становится еще красивее надо было красный добавить вот так что все происходит и если вам сейчас вдруг у вас есть желание чтобы я смешала с чем-то другим или с двумя красками то я могу это сделать пока я здесь потому что я скоро буду отключаться и мне нужно будет собираться я хотела на самом деле записать stories но я подумала что за время stories я бы не смогла не успела вам все это рассказать и показать конечно же я влезла в оранжевый как же без этого давайте сейчас я смешаю его с двумя другими какими-нибудь красками сейчас вытру палитру ну например сделаем зеленый а потом его а потом его во что-нибудь а ирисы не сегодня да так ирисы мы уже нарисовали ирисы мы уже нарисовали два часа в эфире были 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 ирисы хотите покажу вот же они вот мы порисовали ирисы вот они с розовым или желтым с розовым я уже делала ну хорошо с розовым с обычным сейчас найду его придется коробочку поднимать так ультрамарин просили так есть у меня даже сепи но сепи не красиво наверное будет с хинокридоном я делала да попробовать что это за красота женная сиена желтая охра эндотреном и розовым попробую давайте сейчас у меня есть знаете какой который обычный роз pink вот роз да но он у меня именно так окей я поняла сейчас делаем ультрамарин ой простите это кобальт ультрамарин то у меня в другом месте живет а это rose вот в составе розовой да эфир сохраню в составе розовой уже есть белила поэтому мы будем считать что это три краски здравствуйте тем кто присоединяется просто знаете покупать вот кстати посмотрите что здесь тоже все очень замечательно когда я набрала побольше красочки то вот как бы тоже хорошо работает черный цвет отходит в сторону и начинает светиться оранжевый очень красиво на самом деле замешаем плюсую желтый и интересно с кобальтом он сам по себе гранулирует как поведет себя с оксидблэк ну кобальт не так сильно гранулирует как ультрамарин но давайте попробуем цирулиум цирулиум и ультрамарин они все таки больше гранулирует ну и желтый как бы желтым то я уже делала и как раз показала сейчас покажу еще раз вот желтым вот те кружочки которые были так это с розовой желтые желтые где же мне теперь найти эти желтые сейчас вот они вот с желтым то есть вот пиво и 128 это transparent yellow red и вот вот этот я замешала вот этот заводской магазины хотела сказать а это с рембрандтом поэтому вот как бы работает так пока розовые оставим и так как я уже кобальт выдавила давайте с кобальтом сделаем ну если хотите могу сделать с обычным желтым обычный желтый конечно звучит странно так теперь вот отсюда возьмем и прям смело видите то есть чтобы он заработал его нужно прилично вам видно я сейчас двину так это кобальт с оранжевым мы уже делали желтым просили но так что он не желтым желтым у них были давайте сегодня многие говорили что работают с ним поэтому давайте попробуем с ним сейчас выдавлю ну что что то происходит как бы он не остается равнодушным я вам потом еще покажу палитру чтобы вы видели что и на ней тоже есть какая-то реакция и слушайте если вот кто-то из вас заметил что да на самом деле из сухого состояния уже грануляция не так происходит но как раз вот хорошо вам на заметку пожалуйста не выдавливайте много так это будет гамбодж давайте вам скажу его состав пигментный ну что я его совсем задавила да стойте почему я его не вижу а ну вот же он пивай 155 и о 48 то есть их здесь уже целая семья мне вообще нравится когда получается классный зеленый из черного и желтого а сейчас чтобы не было скучно и не зря у меня лимонный был выдавлен в палитру мы это сделаем с лимонным так сейчас немножко очищу как же мне нравится как вы шикарно делаете выкраски кружочки шарики знаете так сложилось просто случайно у меня никогда не было выкрасок кружочков шариков всегда были расчерченные идеально расчерченные квадратики прямоугольнички ну а так потом из-за лени и наверное нехватки времени слушайте у меня сейчас покажу у меня лимонный настолько старый в палитре что он бедный уже сколько лет палитре столько и этому лимонному выдавлен был первым из-за просто как бы исторически так сложилось что он там должен быть ой смешалось вот так мешаю но сейчас что-то еще может подмешаться вот и сейчас я уже в принципе сама вижу разницу при смешении сейчас лимонный наверное все перебьет мало черного засранец очень сильный и сейчас покажу что в чем разница когда вы мешаете с прозрачными с лисировочными тогда грануляция происходит очень яркая ее видно я сейчас делаю рядом выкраску с преобладанием да кадмилимонный с преобладанием черного а не лимонного то есть вот здесь прям сделаю то есть это тоже с лимонным но больше черного чтобы видно было как бы как 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 идут дела потому что нужно понимать что лимонный он очень очень укрывистый очень плотный и при работе с ним он забьет вообще все что только можно то есть это очевидно давайте так вот розовый я сейчас вырву листик сейчас секунду на котором выкрашивала сейчас вырву листик на котором делала выкраски чтобы вам показать вот так смотрите а в лимонный шарик капнуть водичкой можно вот капнула и в один и во второй вот второй вот сюда можно даже еще раз прям вот я прям плотно его набрала даже до бумаги там далеко далеко прям очень плотненько упала смотрите вот этот розовый с черным и он плотный он с белилами который роз а вот этот вот это с пивай 19 и он прозрачный сам по себе поэтому видно что грануляция происходит более активно с прозрачной краской но здесь все равно тоже видно вы же это видите то есть но мы с вами помним что нужно набирать поплотнее хотя да да что что опять улетела хотя если прозрачная краска как например пироль да и здесь тоже хорошо видно как бы почему нет так что у нас происходит дальше вот это кобальт и кобальт он тоже довольно плотный кобальт не лисировочная краска это корпусная краска она достаточно плотная такая же как и розовая такая же как и лимонная но чуть послабее у нее и видно что с черным оксидом он тоже классно сработал следующий это был это был гамбодж гамбодж прозрачный поэтому у него и результат совсем другой далее я набрала лимонный как гуашь и мы видим результат а вот здесь рядышком тоже лимонная с черным но чуть прозрачнее да и я вот капнула воды и видно что как бы работает какие оттенки да оттенки красивые да что ж такое оттенки красивые и черный оксид если с ним грамотно работать он дает очень красивые результаты и вот здесь на палитре тоже видно да что вот даже на палитре это с пиролем он хорошо распадается то есть представляете на абсолютно абсолютно гладкой поверхности тоже происходит распад у меня есть сатин хлопок и есть покажу вот у меня здесь правда нарисована какая-то штука но неважно я сейчас покажу что может происходить например на сатине потому что я понимаю что на фактурной бумаге как бы все красиво ну вот у меня с розовым замес есть и я попробую с розовым хотя получается нужно купить оксид black и сами мешать краски типа доски елл да вот я вам показываю что но вот опять же доски елл и например доски елл получилось замесить а вот доски пинг у меня например он немножко отличается вот сейчас прямо давайте сделаем вот такую сатин арш и я использую сатин для да простят меня ботаники я использую сатин для графики так я сейчас ее покрашу чтобы вам тоже не было очень скучно покрашу какой-нибудь веселенький цвет и мы посмотрим как будет распадаться то есть все вот мне будут в том или ином процентном соотношении с оксид black вот сейчас это уже а вот здесь я рисовала к векой поэтому мне сейчас будет весело будет тоже распадаться так но в любом случае вот здесь прям жиденько жиденько видно что течет то есть где-то будет по плотнее где-то будет по прозрачней надо было рядышком показать потому что я сейчас так и сделаю потому что мне нарисовано водорастворимыми чернилами я покажу вот здесь вам видно вот смотрите просто даже нанося на гладкую поверхность сатина это нужно понимать да что это очень очень гладкая бумага то есть вот чтобы можно было сравнить нет мне не жалко эту красоту закрашивать еще нарисую то есть вот смотрите насколько гладкая здесь и насколько фактурная вот это с обычным кружочком нарисованным и вот даже на ней происходит уже грануляция это вот с розовым и кстати даже там где чернила у меня водорастворимые все равно видно что происходит распад давайте уж немножко подкрасим ее вот здесь будет поменьше больше розовый на сатине красивее гранулируется но вот этот кружочек который я вам показала это краска без грануляции сейчас я вам покажу с грануляцией но получается знаете красиво но немножко матово как бы прям я не знаю есть правильно это подобрано выражение то есть как бы как будто матовый такой я сейчас здрасте я сейчас увлекусь буду рисовать и главное не пропустить бы самолет мне еще собраться нужно а я уже тут так но он у нас такое получился розовенький с желтым ну вот интересно то есть где то дело в том что эти чернила они еще сами по себе дают такой эффект интересный поэтому ну посмотрим уже принципе видно и сейчас здесь же я сделаю с желтым с гамбоч и потом покажу разницу между фактурной акварельной бумагой и сатином прям так прилично набрала но ничего кружочек не до кружочек то есть я тоже даю здесь какое-то количество воды для того чтобы было движение пигмента для того чтобы он мог двигаться если я сделаю это сухой кистью естественно ничего не произойдет слушайте но наверное можно у меня нету я бы помешала показала а так у меня нет я думаю что можно она не воспламенится ничего не произойдет так смотрите вот разница видите сейчас покажу поближе ну видимо самый лучший вариант это сделать то же самое это вырвать листик из неудобного скетчбука и отставить его в сторонку и так вот грануляция rose и oxyd black а вот она же но на фактурной бумаге и то и другое стопроцентный хлопок но это сатина это вот среднее зерно grain fin видите какой произошел прекрасный распад а вот здесь тоже что-то распадется вот аналог да вот он вот аналог но пусть сначала высохнет посмотрим на самом лепестке я тоже произошла реакция и смотрится она довольно неплохо сейчас я вырву еще один лист тремя кружочками желтыми чтобы они все были вместе а вот он совсем недалеко оказался так то есть вот желтые вот они да видно разницу вот доски ел и вот то что было замешано уже вручную а вот это смотрите разница в чем вот здесь гамбоч уже два пигмента в составе а вот здесь один то есть что получается что вот здесь вообще в процессе принимали участие два пигмента а вот здесь три возможно это тоже играет какую-то роль но вот смотрите с лимонной даже если взять меньше воды не так как гуашь как я сделала вот на вот этом кружочке то тоже очень даже работает какой красивый маникюр вот видите то есть тоже может работать то есть вот здесь камбодж вот здесь транспорант yellow medium и вот она розовая и еще раз как бы вот вот разница то есть одни и те же краски черные-черные розовые-розовые другая бумага другая реакция поэтому девушки у которых не получилось с распадом да с грануляцией а вы на какой бумаге это делали у меня тоже такой вопрос то есть возможно это тоже играет роль да невозможно а играет поэтому как мы видим да что разная бумага и сейчас вот сюда хочется немножко капнуть посмотреть реакцию тоже достаточно плотно взяла бумага поэтому нужно смотреть что что за бумага и почему так происходит я сейчас возьму обычную сейчас в старом скетчбуке найду где-нибудь местечко и можно будет выкрасить ну вот прям обычно обычно ну вот прям здесь и сделаем вот это пусть досыхает слушать вот прям даже немножко жалко ну посмотрим окей ну раз уж мы здесь работаем я сейчас выкрашу все-таки сейчас сейчас вам покажу что что вай 128 чтобы было по аналогии если конечно в этом бардаке вообще можно что-то найти так сейчас сделаем выкраску вот такую чтобы было аналогично с вот этими шариками фабриана гранулирует ну вот здорово но опять же смотрите фабриана какой ну то есть у фабриана ведь тоже есть стопроцентный хлопок 25 процентов хлопка есть 50 есть 75 как бы есть сатин ну то есть да нужно понимать как бы поэтому я сейчас возьму прям на обычной обычной бумаги которая вообще для акварели не предназначена это вообще как бы уже сторона такой мне период кружочков желтых будет зеленых вернее ну посмотрим среднее зерно стопроцентный хлопок ну здорово классно же вот здесь сейчас тоже сделаем попрозрачней сейчас я делаю замес transparent yellow medium это который пивай 128 это который входит в состав доски елу yellow yellow вот потому что вот здесь то конечно я намешала намутила то есть вот сразу да видно что будет происходить реакция вот оригинальный доск вот его замес вот с рембрандтом вот здесь уже происходит реакция а вот на бумаге не предназначенной для акварели сейчас побрызгаю посмотрим может вообще что-нибудь произойдет как бы пока ничего не происходит потому что она просто впиталась и все ну то есть как бы как бы все это обычная бумажка для печати то есть вот как бы и результат поэтому я думаю что из одного большого волшебного хотела сказать слова не буду волшебного места взяты классные оксиды и они распадаются но в зависимости от того на что мы их наносим зависимости от того какое процентное соотношение да насколько плотно мы берем краску как вот здесь видно прозрачно более плотно совсем плотно как гуашь ничего не происходит вот здесь прозрачненько естественно это вот если я вот так уберу да то вот эта часть выглядит как обычная серая акварелька но это потому что прям очень сильно прозрачно чуть-чуть плотнее происходит уже грануляция немножко плотнее то есть еще больше и дальше 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 то есть и еще раз повторю краски которые имеют в составе два пигмента и более особенно кроющие краски с и краски с белилами они в меньшую реакцию впадают прозрачные да что я так задеваю сильно прозрачные краски очень хорошо реагируют кадмий лимонный не делайте так а вот здесь тоже кадмий лимонный но попрозрачнее ну то есть не так безумно и еще раз вот на сатине с цветочком ну с цветочком тоже все хорошо получилось простите что я задеваю так все время привет привет всю ночь бы смотрела слушайте ну всю ночь бы показывала но я вам сейчас только могу показать как нужно за 10 минут быстро собраться и быстро уехать в аэропорт так и вот здесь еще не высохло но высыхает вот здесь я прям сильно набрала но все равно видно что происходит реакция поэтому слушайте я извиняюсь за то что я повторяла много-много раз одно и то же ну как мы знаем мы знаем чья родственница чё чья родственница повторение да и учение в том числе то есть вот те краски те образцы да которые выкрасила и еще раз покажу что вот обычная пища бумага от которой реакции никакой ждать не надо еще раз покажу что вот на фактурной бумаге но краска без грануляции работает только за счет фактуры бумаги потому что пигмент именно мы видим и как бы рельеф бумаги да самой а здесь видно и рельеф бумаги и игру пигмента на сатине рельефа от бумаги нет она также остается гладкая хотя нет вру немножко есть фактура прямо на такая да елки прямо на такая классная получилась сейчас я сделаю фотографию покажу stories вот спасибо большое ребят я очень надеюсь что ответила на некоторые ваши вопросы у кого они были и стало немножко понятнее что нужно экспериментировать набирать больше менять бумагу набирать больше пигмента меньше пигмента смотреть чем смешать и не бояться экспериментов и не бояться задавать вопросы потому что это в принципе наша работа и есть работа амбассадоров да которые должны отвечать на вопросы и если есть какие то какие то у вас да непонимание мы должны их разрешать до космические кружочки передают всем привет вот всем спасибо доброй ночи вам желать не буду потому что вы художники вы должны творить поспите потом вот и все всем вдохновение пока пока и на следующей неделе честно обещаю хотя обещать нельзя обещаю честно сделать эфир с розами вот все пока ребят пожалуйста